Книга для Слова Божия не Туз 2 Тимофея 2.9 Священник Николай Балашов и иеромонах Нафанаил Судников Страница 602 Заголовок Проповедь СИЗО Задавались ли вы вопросом, кто выходит к нам из тюремного забора, зверь или человек? Мало кто помнит ныне заповедь Христа посещать и утешать узников. Евангелие от Матфея 25 глава А ведь узники-то эти выйдут к нам не в Китай, не в Турцию, жить будут среди нас. Есть страны, где попавший в тюрьму по третьему разу сможет хлопотать пожизненный срок. У нас же частенько и шестикратных рецептивистов выпускают на свободу. И сколько их ненависти восплескивается на все и вся. Их родственники, друзья, знакомые Это то поле, на котором высевают они полновесный заряд неотмещенных обид, оскорблений, которые они перенесли, перетерпели за колючей проволокой. Проповедник Игнатий Лапкин Журнал «Милиция», номер 1, январь 2000 год Заголовок Человек-игла среди святых и грешных Цитата А впереди у нас тюрьма Немного осталось Игнатий это сказал Спроста, без всяких кривых намеков на текущую жизнь и политику Однако, в кавычках, тюрьма Все равно произвучала невесело, хотя именно к тюрьме лежал наш путь Сергей Макаров Утлый автобус размером со спичечный коробок докатил нас до окраины Барнаула И дальше мы проверялись закоулками-переулками среди одноэтажных хибар, которые густо лепятся обыкновенно по окраинам городов, делая их похожими на большую деревню А впереди на вершине горы облако-необлако выделялись застройки, которые теснились друг к другу И, похоже, парили над городом, контролируя окружающее пространство Огромное беззвучное существо, похоже на НЛО Это и есть тюрьма Когда мы перешли речку Барнаулку, дорога стала забирать круто вверх С тыл и воздух был чист и прозрачен Как прозрачен и чист он, бывают зимние, морозные дни И только в низине, где мы были минутой назад, за рекой густо стелились черная пелена дыма Контраст был разительный Там чадно и копотно, здесь, на высоком речном берегу Светло, снег искрит, зеледеют молодые сосны И если бы не тюрьма, она явно занимала не свое, ей не принадлежавшее место в природе Так, так, все верно, согласился Игнатий И голос его прозвучал в тишине, как из камеры одиночной Так, так, здесь когда-то был женский монастырь Для монастыря, верно, место достойное лучше не бывает А потом в революцию сюда явился красношлемный отряд Понимаешь? Монахинь поставили у обрыва и, как водится, расстреляли И старых, и молодых, и вообще В этих местах были массовые расстрелы В братских могилах лежат здесь сотни и тысячи Я покажу С широкой накатанной дороги мы свернули на узкую в один след тропинку И вскоре, через полсотни шагов, в деревьях я увидел заснеженный обелиск Серо-зеленого мрамора На могильном камне была выбита надпись Невинно убиенных Прочитал Игнатий и после первых слов медленно перекрестился Невинно убиенных пусть сила правды воскресит Прочитал и опять помолился Потом мы молча постояли, сняв шапки Заголовок Игнатий Лапкин, он же Игла Когда в редакции Верст мне дали пачку документов и газетных публикаций Где так или иначе светилось это имя Я, прочитав, растерялся Повеяло вдруг неизъяснимой тревогой И ясно стало, что дело это необычное Непростое, возможно, с мистической начинкой И самым разумным было бы отказаться от него, не ввязываться Кто же он, все-таки этот загадочный Игнатий Игнатий Тихонович Лапкин Игла Рядовой политзек недавних времен, канувших в лету Неистовый пророк-обличитель Которому открыты тайны Божьего бытия Глаз вопиющего в пустыне Или новый авакум, гремящий огненными словесами В защиту чистоты веры То он в узилище заточен И срок макает То на свободе печки кладет, зарабатывая на пропитание То вновь в темнице Одни хулят его, сочиняя о нем небылицы Другие внимают Кто же неугомонный сей К воображению рисовался некий богатырь Не подступись, зашибу, отыди Впору действительно отказаться было от поездки на Алтай Но задание на то и задание, чтобы его выполнять Мир дому сему Сказал я с порога, как учили мудрые люди С миром принимаем Ответили с глубины комнаты На встречу вышел бородатый старец Рубашки на выпуске Подпоясанный тесьмой по-старинному Ростом он был невелик Телом худ Какое уж там богатырство Он был как пушистый шмель В движении борода и сидеющая шевелюра Усугубляли сходство Казалось, дунь посильнее И полетит он по воздуху Как невесомый Правда, насчет смеля Добродушного Я, кажется, малость ошибся Нет Это был задиристый Непримиримый боец Воин веры Который всю жизнь посвятил изучению Священного писания И не только изучению Притворение его В реальную жизнь Обстановка в комнате была Крайне проста Письменный стол Две кровати железные И книжные стеллажи От пола до потолка А в красном углу, конечно Иконы, иконы, иконы Да еще возле дверей Швейная машинка Безраздельная собственность Надежды Васильевны Жены и верной спутницы Игнатия На плечах которой Лежит все время Хозяйственный забот Меня всем опасениям Вопреки Они стрелители Приветлива Я был простужен Внутренной кашель Замотал И надежда Васильевна Тут же кинулась Отпаивать меня чаем Настоянным на травах А Игнатий Тихонович Рассказывал о себе Не таясь Я опять тюрем прошел Говорил он Баланду всякую похлебал А Барнаульскую тюрьму Признаю как лучшую И кормежка здесь прилична И чистота И обхождение Наверное это по молитвам Расстрелянных монахинь Впрочем Что я говорю Лучшая тюрьма Это та Которую разобрали По кирпичику Верно Заголовок Немного истории Или первый монолог Игнатия Лапкина Смертная баня Которую устроил Россий Ленин Страшно отзовется На духовной жизни народа Уже в 1918-19 годах Казнено 28 епископов И 1414 священников В 1922 году 2691 человек Из белого духовенства 1962 монаши 3447 монахинь И послушниц Чем большее число Представителей Религиозного духовенства И реакционной буржуазии Удастся нам Расстрелять Тем лучше Это жаждет крови Вилл Ленин И тысячи Тысячи невинных Полягут еще Однако при патриархе Тихоне Церковный народ В целом Сохранял свою внутреннюю Свободу И чисто Православный облик Хуже Хуже стало Когда власть Церковную Незаконно возьмет Митрополит Сергий Он станет Внедрять Сознание Верующих Будто христианство По существу Не отличается От коммунизма И будет Преследовать Цель Установить Противоестественный Союз Между Безбожной Властью И православной Церковью Союз Христа И по сути Дьявола Ересь Ересей Стала Незыблемой Для Восковской Патриархии После Принятия Декларации Сергия В 1927 Году Тотальный Обман Стал Нормой Для Архиереев И почти Всех Священников С этого Года Епископы Все Без Усключения Подбираются Советам По делам Религии И Конечно Самые Подходящие С точки Зрения Властей Даже Ныне Действующие Патриарх Алексий Второй Избран В кавычках С благословения Руководителя КГБ Крючкова Который Всем ГБшным Управлением Заранее Разослал Шифровку Предлагая Способствовать Чтобы на Патриарше Престол Был Избран Угодный Им Ридигер Характерной Чертой Церкви Стали Ложь И Ложное Показное Смирение Из среды Служителя Алтаря Вербовались Агенты Для Слежки И Доносительства Об этом Не умолчать После Выпаривания В пробирках КПСС Родился Новый Тип Священника Трусливого И На все Согласного С безбожными Властями Ради Чечевичной Похлебки Любому Человеку Без Предвзятости Рассмотревшему Духовное Состояние Московской Патриархии И тех Кто Осквернился Сотрудничеством С Антихристами Понятно Где Божия Правда Кто Более Прогибался Перед Советской Властью Кто Столь Щедро Курил Ефимиан Как не Московская Патриархия Вот Хотя бы Несколько Выдержек Из Словословий Тех Кто Предавал Церковь Христову Патриарх Христофор Цитата Маршал Сталин Под руководством Которого Ведутся Военные Операции Имеет На то Обилие Божественной Благодати И Благословения Тирану Кому и В аду Мало Места Другой Патриарх Продолжает Самым Бестыдным Образдом Кодить По случаю Его смерти Коммунисты Фактически Сумели Создать Свою Карманную Удобную Во всем Им послушную Госцерковь Иерархи Церкви От коммунистов Получали Даже ордена И медали Награды Но для Христианина Награды Это Следы Бичей На спине За исповедание Христа Теперь Добавим Сюда Экуминизм Это Тоже Неотъемлемая Часть Сергианцев Участников Сиериси На Бесовских Родениях В Мировом Совете Церквей Прообрази Церкви Антихриста Коммунисты Те Хотя И безбожники Однако К концу Своего Пребывания У власти Все же Как-то Сделались Шаг К покаянию Признав Что Немало Наломали Дров Что На их Совести Репрессии Кровь Народа Гонения Притеснения Всевозможные Названы Даже Имена Особо Ярых Приспешников Режима И только Патриархия Тайно И явно Тому режиму Служившая Словно Набрала В рот Воды И это Наши Светлейшие И чистейшие Кто должен Быть Совестью Народной Ни гу-гу Ни единого Слова Покаяния Давно Рассекречены Агентурные Клички Архиереев И благочинных Но ни Дроздовам Ни Адамантам Ни Аббатам Вроде как И не стыдно Земля Вопьет Покайтесь А они Зовут к миру И пугают Расколом Да не думают Однако Говорит Григорий Богослов Что всяким Миром Надо Надорожить Ибо знаю Что есть Прекрасное Разногласие И самое Пагубное Единомыслие Но Должно Любить Добрый Мир Имеющую Добрую Цель И Соединяющие С Богом Но Когда Дело Идет Об Явном Нечести Тогда Должно Скорее Ити На Огонь И Меч Всего Страшнее Бояться Чего Либо Более Нежели Бога И По Сей Боязни Служителю Истины Стать Предателем Учения Веры И И Истины Заголовок Кто И Какие Голоса Слышит Чем Больше Я Слушал Этого Странного И Колкого Человека Тем Сильнее Укреплялась Уверенность Что Вселенские Часы Если Таковые Возможны По Неизвестной Причине Дали Сбой А Вдруг Умышленный И Вместо Того Чтобы Появиться На Свет Где То На Заре Апостольской Раннего Христианства Этот Непоседа Петушиного Характера Досаждающий Всем И Ся Нездержанным Дерзким Словом Родился С задержкой Так Минимум На Две Тысячи Лет Выговаривать Сильным Мира Сего Правду В глаза Которую По Его Убеждению Они Извратили До Непотребства И Продолжают Искажать Каждый День За Всю Жизнь Говорит Игнати А мне Уже На Седьмой Десяток Пошел За Всю Жизнь Я Ни Разу Не Осквернил Своих Уст Неправдой Даже В тюрьме На Допросах Ладно Пусть Часы Мировые Ни Причем Но Не Зря Молвится Что Пути Господни Неисповедимы Живешь Коптись Без Забот На Небо И Не Ведаешь Что В любое Мгновение Мир Для тебя Способен Повернуться Самой Неожиданной Стороной Был Здоров И Пресили А Пришло Бессилие Нездоровье Жил Процветал Глянь Не Стало Тебя Уже Поют Отходную Ушел И Следа Не Оставил А Бывает Чудесное Вроде Как Все Тянешь Шлянку Ешь Спишь И Вдруг Как Луч Невидимый Пронзает Освещая Каждый Закоулок Души Наполняя Ее Чудесной Силой Немногие Через Это Прошли Но Есть Счастливцы Человек И внутренне Меняется И Внешне Он Сам Не Понимает Что С Ним Сделалось А Людям Его Окружающим Ясно Им Кажется Что Их Друг Повредился Они Крутят Пальцем У Виска Дескать Смотрите Ка Парень Наш Того Спятил Кажется Игнатий Это Прошел Когда Был Еще Матросом Дальнего Источного Флота Однажды Неожиданно Для себя И Сослуживцев Ночью В казарме Прочитал Слух Отче Наш Ниже Иси На небесе Да Светится Имя Твое Да Придет Царствие Твое Да Будет Воля Твоя Мосты Были Сожжены И Вскоре Как следовало Ожидать Его Упрятали В психушку Хотя Никакие Врачи Не способны Объяснить Подобных Метаморфоз Обновленному Созданию Кроме Священного Писания И молитвенных Слов Уже Нечего Более Не надо Все Помыслы К небу Человек Любые Гонения Готов Претерпеть Игнатия Вдобавок Открылась Способность К иностранным Языкам Прежде Не понимая В них Ни аза Он Научился Свободно Изъясняться На английском Французском Немецком Откуда Что Психиатры Много лет Кололи И пичкали Его Всяким Снадобьем Искали Улики Что действительно Он болен И неисправим Даже В тюрьме Донимали А вы Голоса Какие Либо Слышали Слышите Допытывались Они И он Понимал Чего добиваются От него Но Бессильный Противица Позволял Себе Улыбнуться Конечно И много Раз На дню Какие Что за Голоса А вот В камере Зэки Матерятся С утра До вечера Слышу Первый Срок Он Получит За то Что Слух Прочитает И запишет На магнитофон Затем Тиражировать Станет Тайно Распространять Архипелаг Гулаг Саввоженицына Сочинение Златоуста Иоанна Кронштадтского Игнатия Брянчанинова Жития Святых В том числе И новомучеников Пострадавших От Советской Власти Был Однако Правда Навскоре Арестован Вновь На свободу Выйдет В 1987 Году Когда По указу Президиума Верховного Совета СССР Были Освобождены Все 210 Полит Заключенных Страны И он В их числе Еще через 5 лет Будет реабилитирован И с тех пор Каждую неделю По вторникам Посещает Тюрьму Читает там Проповеди Распространяет Церковную Литературу Кроме того Ведет курс По изучению Священного Писания В Государственном Техническом Университете Нередко Выступает По радио Из газетных Страниц От Митрополита Виталия Первой Русской Православной Зарубежной Церкви Имеет Благословение На всестороннюю Миссионерскую Деятельность Проповедь Слова Божия Защиту И укрепление Веры В Российской Православной Церкви Подобных Проповедниках На пространствах России Более Нет Никого Он Единственный И он Не Самозванец Заголовок Корень Зла Или Второй Монолог Игнатия Когда Меня спрашивают Что такое Московская Патриархия Отвечаю Одним Словом Ложь А если Двумя Словами Страшная Ложь Может быть Я Святотатствую Нисколько Узок И Тесен Путь Ведущий Царство Небесное И Начинается Он Между прочим Уже На земле При жизни Когда Человек Восхотел Перешагнуть Спасительный Церковный Порок Однако Самая Первая Ошибка Нынешнего Православия Неправильный Вход Церковь Принять Крещение Ныне Проще Парина Репы Мзду Уплоти И Препятствий Нет В лучшем Случае Священник Для Проформы Спросит Веруешь Ли А может И не Спросить Для Взрослых Крещаемых Даже Не нужно Стало Поручителей Кого называют Крестным Отцом И Крестной Матерью Нередко Можно увидеть Как возле Купели Выстраиваются И по Десять И по Двадцать Человек Солдатским Строем В объятия Христа Покодил Попкодилом Ладошкой Помочил Макушку Несчастному Человеку И готово Дело Иди Теперь Ты Крещеный А это Обман Профанация Ключевого Таинства На котором Зиждется Все Христианство Моченый Некрещеный Он Как был Для церковной Жизни Чужим Чужим И остался Хотя Крестик Ему Нацепили Навую Подобным Способом Окрещенные Не спасутся И невозможно Представить Всех Последствий Этой Жуткой Трагедии Для Человека Без Оговорок Надо Признать Что Священники В данных Случаях Просто Напросто Обманывают Не Ко Христу Ведут Людей Не Ко Христу Настанет Час И Судный День Лжецы Ответят За Это Я Знал Одному Батюшку Он В тюрьме За малые Сроки Окрестил 740 Заключенных Казалось Бы Великий Деятель Стольких Обратил Но Я Тоже Ходил В ту Тюрьму И Знал Этих Неофитов Беседовал С ними Могу Засвидетельствовать Что Окреститься Они Окрестились Однако Как Были Наркоманами Куряками Матерщинниками Гомиками Ими Жи Остались Крестились Они Без Покаяния За Прошлую Недостойную Жизнь Без Сокрушения И Желание Открыть Новую Чистую Страницу Своей Исковерканной Жизни Речь Идет О Скачкове Отце Михаиле Кому Же Нужна Показуха И Пустая Цефирь Кстати Работники Патриархии Много Трубят О Восстановленных Храмах Разумеется Хорошо Что Храмов Больше Становится Только Не тем Утешаться Надобно Настоящая Радость Не в кирпичах Ажурно Сложенных Не в Одеяниях И Ризах Не во Внешнем Благолепии А в Истинном Единении С Богом А если Тяп-ляп Такое Как Для денег Или Для Политики То Очень Скоро И Горько Восплачем Что Касается Крещение То Согласно Канонам Совершается Оно Полным И Троекратным Погружением Во Имя Отца И Сына И Святого Духа И Мало Человека В Воду Погрузить Что Из Того Был Грешник Сухой Станет Грешник Мокрым Главное Чтобы В Человеке Внутренний Переворот Совершился Произошла Встреча С Христом И Чтобы Он Стал Жить По Христиански Опять же Канонами Предусмотрено Для Этого Обучение Катехизация От Нескольких Месяцев До Трех И Более Лет А Пока Оно Длится Обучаемый Числится В Разряде Оглашенных Он В ряды Верных Еще Не Принят Он Как Проходит Испытательный Срок И Когда На Литургии Дьякон Возглашает Оглашенные Изырити Это Не Просто Дань Раннему Христианству Это Команда Чтобы Те Будучи Еще Не Принятыми В Церковный Круг Покинули Общество Молящихся И Ушли В Притвор Поскольку Начинается Та Часть Службы Где Имеют Право Присутствовать Только Верные А Кто Нибудь Выходит Никто Так Неужели Слова Эти Пустое Сотрясение Воздуха И Поскольку Команда Похинуть Храм Игнорируется Церковь Становится Проходным Двором Христиан Там Горстка Остальное Жижа Пульпа Рядом С верными Не только Оглашенные Стоят Но обыкновенные Зеваки С улицы Которые Зашли Поглазеть Потолкаться Однажды Будучи Проездом В Киеве Я посетил Владимирский Собор Игрешен Битый Час Простоял У входа Вел Учет Шатунам Которые То входили В храм То выходили Без малого Человек Семьсот Насчитал Столько Вошло В храм И столько Же Вышло Вокзал Настоящий Вокзал Таковы Порядки И распущенность Церква Всех Канонов И правил Регламентирующих Церковную Жизнь На Вселенских Соборах Принято Семьсот Девятнадцать Из них Четыреста Тринадцать Ежедневно И умышленно Нарушается Ну какая Что чище Выше И красивее Чем православие Нет ничего Но преступники Попы Сумели спрятать От народа Живого Христа Храм Божий Они превратили В торговый дом Дай Дай Для них Деньги На первом месте За крещение Плати За венчание Плати Умер Плати А молиться Не учат Мне больно Когда люди Приходят в церковь И уходят Ничего не познав Народ Остается Во тьме А виноваты Они Священники А они Скрыли Христа Нет проповеди Нет живого слова Это самые страшные враги Истины Христовой Останешь им говорить Сразу зляться Они ненавидят Слово Божие Я правду говорю А когда человек Говорит правду Рядом Бог Версты От 29 февраля 2000 года Заголовок Умереть И воскреснуть Старинное Алтайское Поселение Обрело Новую жизнь Через Православную Общину Из деревни С говорящим Названием Потеряевка Второе письмо Сергей Макаров Вопрос А паспорт Носите с собой? Ответ Все было Как в детективном Кино Едва я Отворил Калитку Во двор У меня Тут же Спросили Паспорт Упрашающий Был строк Как начальник Конвоя Строк Под конвойным Словно Я ненароком Забрел Не туда Вчера Меня убирали Что по указанному Адресу Находится Православная Церковь Однако Вокруг Ничего церковного Не было Ни колокольни Ни купола Под крестом Одноэтажная Хоромина Семь окон Без наличников По фасаду Вход со двора Окна Зашторены Смотрелось Нелюдимо И мрачно Вдобавок Это охрана Третьяков Игорь Тем не менее Молодой человек Меня задержавший Был весьма Приветлив Редкая Бороденка По детски Курчавилась У него По лицу И просвечиваясь Насквозь Сделала Его еще Более Дружелюбным Ну брат Ты даешь Улыбнулся Я Задаченный Столь резким Приемом Ты зачем Такой Строгий В ответ Он тоже Улыбнулся И голос Его в раз Потеплел А Вы наверное Корреспондент Тогда ладно Проходите Вас ждут Так что С адресом Ошибки Не было А церковь Обыкновенная Православная Находилась Именно здесь Только не имея Внешних Опознавательных Атрибутов Она как бы Спряталась Внутри Этой Неказистой Хоромины Семью окнами По фасаду Остальное Хор певчих Горящие свечи Священник Скодила Все было Привычно Как всюду И вместе С тем Что-то Было Не так Почему К примеру Служба Служится В обыкновенной Избе Не в обычном Храме Что было бы Более Пристойно Почему Женщины Низко Почти до глаз Подвязаны Платком Как монашки Почему Так много Бородатых Мужчин Почему Все подпоясаны Тесьмой Поверх Рубашек Казалось Я угодил Куда-то В прошедшие Времена В компанию Старинных Русских Людей Каких Можно увидеть Разве что На картинах Художников Вездесущий Игнатий Лапкин С кем Мы познакомились Накануне После Заутренней Мне кое-что Объяснил Он принял Мое удивление Как должное У нас Община Особая Мы Относимся К русской Зарубежной Церкви И таких Общин по России Я думаю Не сыскать Многое Опять Упиралось В его Тюремные Дела Когда его Брали И судили За сам Издат Он был Уже Владельцем Крупнейшей Духовной Духовной Фанатейки Раной Которой Возможно Не было В мире Там Были Жития Святых Начитанные На пленку И произведения Запрещенных В Советском Союзе Писателей И поучения Отцов Церкви Общий Объем Звучания Превышал 2500 Часов Непрерывного Звучания С интервью С раскулаченными И репрессированными И вся эта роскошь Угодив Разряд Вещдоков После суда Уничтожена Кто бы знал Что Игнатия Освободят Что его признают Жертвой Политических Гонений Здравствуй Кум Под лестницей Отдай Не греши Возврати Мое Законное А возвращать То нечего Все в огне Сгорело И тогда В порядке Компенсации Ему отдают Целое Подворье В черте Города Барнаула Общей площадью Свыше 200 квадратных Метров Но Игнатий Тихонович Бессеребренник И поскольку Церковная Община Старостой Которой Он является Не имеет Места Для богослужений Всю полученную Недвижимость Он разумеется Отдает В пользование Общине Половину Под церковь Половину Под жилье Тем верующим Кому негде Преклонить головы Лично Ему Ничего Не надо Преклонить голову Преклонить голову